Морды довольны. Пятое сегодня, июня 1023 года. Видали, да, какая куча сена? В общем, сено привезли. Теперь сейчас надо это, втрамбовать его как-то в сарай. Вот эту кучу все. Втрамбовать в этот сарай. Ху, бля. С утра солнышко потихоньку поднимается. С утра, в общем, уже привезли. Перевезли сюда его. В общем, там он накосил. Степи заготовили. Ну, специальная косилка такая на китайский трактор. Косилка такая, сбоку идет, бокорец такой. Костит, короче. Накосил. Катя, жена моя, собрала его в кучки, его потом дождем намочила. Мама, пока я был занят с пчелами, пошла, разгребла его опять. Сегодня, короче, с утра опять я его сгреб. Кучки загрузили, перевезли. Теперь надо его затрамбить вон туда в сарай. Эту всю кучу затрамбовать как-то. Ну, она уляжется, тут половина будет кучи. Она такая распуширенная сейчас. Как раз влезет, как раз нам хватит. На зиму, а там уже, если что-то не хватит, будем что-то думать уже потом. Где-то будем еще докупать немножко. А пока этого должно хватить на первую часть зимы точно. Ну, как на большую часть точнее зимы этого хватит, а там бывает еще не хватает. Немножко это. Немножко потом уже докупим. Хотя, возможно, иногда и этого хватает. Смотри, какая зима будет. В общем, степь вон так горит. Степь горит. Козам приходится есть то, что дают. Вот мне сейчас как раз трава, которая там перед двором у меня растет, как раз сейчас очень нужна. Сейчас как раз туда уже перевожу коз. Тихонечко они там выедают. Ну, и на пасеки сейчас тоже опять подкашивать буду. И козам скармливать. Вот так вот. Еще мы кормимся. Видите, какая степь становится. Здесь красивая, зеленая. Только начало лета она уже вот так вот так быстро сгорает. Полупустыня, что ж вы хотели. Северокрымская полупустыня. Хотя по дворам там, как видите, он зеленеет. Немножко травка. В общем, так она кулачками все это дело. Деревья отцветают, взяток сильно спадает. А заразы, конечно, они тут утрамбуют мне его, да? О, гады. Ладно, ничего, сейчас пойду позавтракаю. Еще не завтракал даже с утра. Пойду позавтракаю, потом буду думать. В общем, спрашивали меня, когда мед буду качать. Да уже его можно качать. Майский уже готов. Надо сейчас майский скачивать, пока майский скачаю. Там и июньский, и, блин, запутался. Деревья, короче. Акация глядичья, там уже мед дозревает. Он уже там, ну, дозреет, в принципе. Там уже акация практически уже готова. Печатают ее вовсю. Сейчас немножко взяток проваливается. Ну, это всегда так у меня каждый год. Деревья, короче, отсветают. Сейчас взяток провалится. Дней 7-10 будет такой. Ширды-марды, короче. Слабенький будет взяток. А пока это сейчас все разнотравие. Короче, сейчас взяток будет с деревьев переходить на разнотравие. Плавно, ровно. Разнотравие начнет степь цвести. Шандры, всякие там. Железняк. Яснотки, гармала. Это все дело начнет цвести. А пока оно еще только готовится. Сейчас потихонечку начал железняк зацветать. В этом году его не сильно много. железняка. В общем, потихонечку сейчас. Как раз это для меня в плюс. Пчелки немножко сейчас получается деревья подобьют и мед с деревьев, короче, они пока разнотравием не разбавляют. Сейчас у них будут приносы себе пока только на еду. Буквально будут носить чисто себе. На покушать, на развитие. Там молодые матки пооблетывались, в общем, где-то облетываются еще, где-то уже пооблетывались, где-то уже полно расплода от молодых маток. В общем, все матки зимовалые все в отводках над головой сидят, над основными семьями, в общем. Сейчас пойдем на пасеку быстренько еще покажу. Ага, морды рогатые. Морды. Дети, трамбуйте сено. Эх, заразы такие. Они сейчас, я только уйду, они будут опять прыгать по этой куче. Они тут прыгали по куче только. Вывел их. Ну вот, козам приходится вот этим удовольствоваться. Что поделаешь? Вон где поливное, он там, там, что-то поливается, там зелененькое. Поливать надо, только поливать. Пойдем, на пасеку еще покажу. Лед совсем слабый. Ну вот, утро. 23 градуса уже. Тепло. Это еще только утро. Еще только солнце подымается. Но ветерок, благодаря ветру, ветерок обдувает, короче, и благодаря ветру нету такой жары. Как бы обалденная погода для откачки меда. Надо начинать откачку. Не жарко, ветерок вот продувает, северный ветерочек, прохладненький. Он температуру сбивает. И сейчас самое шикарное, это оно мне, видите, надо сено заготовить. Жена, видите, вот такой взяток, никакой. Ну, такой сейчас и будет. Чисто будут себе на покушать, приносить. То есть, все, деревья уже все. Ветер досушил, глядичью, добил. Сухой ветер, короче, добил, глядичью, и все. Вчера ездил на рыбалку, там глядичью смотрел. Все, они уже все, и лох уже, короче, все. Все, поотцветовая же. Уже, короче, все. Да, оно и по пасеке видно, что все, взяток уже. Вот он и все, закончился. Были бы, если бы еще дождики, и тучки бы были бы, ну, влажность была повыше, оно бы еще подсвела. Ну, короче, вот это, видите, ясное небо, солнце и суховей, оно быстро все его добило, в общем. Ну, как говорится, что Бог дал все в торбу. Улья полное меда, поэтому грех жаловаться. Сколько возьмем, столько возьмем. Ульях даже если килограмм по 25, ну, не полное меда, конечно, это я так утрирую, но как для майского, взятка, это же еще не весь взяток, это только первые взятки сезона. майское разнотравие по магазину своему мы взяли в круг, как и планировали, акации глядича, по магазину точно есть, а акации там, где-то может даже чистую сейчас буду смотреть, по откачке буду откачивать, смотреть, по цвету, по его консистенции, по цвету буду смотреть. Дальше буду решать, либо я буду акацию отдельно пытаться немножко взять, либо буду ее с глядичьей вместе мешать. Ну, часть немножко можно получить, акации попробовать. Есть у меня такие семьи, где посильнее, вот, и там именно на акации они были залиты магазины. То есть, пока акация еще цвела, эти магазины уже были залиты. Хорошо, плотненько, поэтому я эти семьи все помню по памяти, что у меня тут 10 семей. Я все помню. Я каждую семью помню по памяти, поэтому в какой семье что происходит. То есть, каждую знаю в лицо, это когда небольшая пасека, в чем плюс, то, что ты каждую семью знаешь. Знаешь, что там происходит сейчас, знаешь, что это, вот, пример, вот, здесь матка облеталась, пометили, молодая работает. Вот, здесь матка облеталась, пометили, молодая работает. Там сделали противороевый прием, надо будет ломать маточники. Еще не ломал, еще не дошел, надо будет ломать маточники, но при отборе меда сразу же, короче, когда дойдет до нее отбор меда, как раз выломаем маточники. Ну, я там делал противороевый прием, матку убирал вверх, оставлял один маточник внизу. В общем, стандартно, теперь надо будет выломать все маточники свищевые, там роевые, которые еще заложат они. Проломать надо будет. Все эти маточники как раз и же, ну совместим это с откачкой меда, потому что сейчас начинается откачка. В первую очередь начинаю более сильные семи, конечно, откачивать. Здесь матка на облете, надо проверять на засев, там матка на облете, надо проверять на засев. Здесь матка облеталась, пометили, здесь матка облеталась, пометили. Здесь матка должна облетаться уже, надо проверять. Здесь тоже самое, надо проверять. Здесь ставил, уже должна была давно облетаться, расплода почему-то не было, но когда перебирал магазины, в магазинах, короче, мне показалось, что пела матка. Каким-то образом может зараза опять проскочила над решеткой. Не знаю, в общем, в итоге вытрусил всю семью, ну все магазины, короче, струсил, чтобы они через гнездо все прошли. И матка, если есть, чтобы она в гнезде осталась. В общем, и дал им, получается, контрольную отводку, дал контрольную рамку. Надо будет проверить. При отборе меда, как раз залезу вниз, проверю. В общем, вот сейчас буду, когда отбирать мед, сразу буду, буду, короче, залазить и вниз, где надо. Где уже матки пометены, уже все мечены, облетанные, я уже пометил их, там я не буду лезть, не надо туда, не имеет смысла. Там я уже точно не буду ничего лезть. Там просто, ну верхний магазин отбираем, откачиваем, потом их в разрез сдаем. А, у меня, в принципе, корпусов сейчас есть, пока достаточно, не буду даже так делать. Сразу готовлю им, сразу буду готовить им корпуса, сушу с вощиной, короче. Сразу иду с корпусом суши вощину, отбираю этот мед и сразу в разрез, короче, кидаю. Закрываю, уже к этой семье не возвращаюсь, потом дальше, короче, этот, пока так делаю. Под летнее разнотравие будем ставить вощину, сейчас будет взяток слабый, но продолжительный. Аж до самого, до середины лета, короче. Больше месяца сейчас будет, короче, взяток разнотравия. Будут разнотравие отыскать. Он будет уже такой продолжительный, слабый, длинный. Очень взяток больше месяца, короче. Вот. И потом он разнотравие отцветет. И потом сафора зацветет и колючки. Тоже вторая половина лета. А мы уже будем потом сафору и колючки брать. Вот такая вот, вообще, история. Все. Иду завтракаю, тихоньку разбираюсь с сеном, набиваю сеновал. Пусть оно пока будет утрамбовываться, тогда уже, наверное, готовлюсь. Помыл я вчера медовонку. Вчера такого нельзя ничего было сильного делать, но я так по мелочи. Помыл медовонку, подготовил, в общем. Там тару намыл, помыл, чтобы начинать откачку. Если осилию, сегодня буду начинать потихонечку, не спеша. Тихоньку, полегоньку. Будем откачивать мед. Начинать. Спасибо за просмотр. Всем пока. Так вот работаем. Руки с утра уже гудят, а надо еще впереди целый день. Так вот в селе скучать не приходится. Всем пока.